Супер стыдная история, которая произошла со мной 1 сентября. 1 сентября было, ну, очень холодно в моём городе. Был дождь, град, короче, всё вместе. И вот вы понимаете, в какой дождик я была в тонких капроновых колготках без кофты. Даже без кофты. Мне запретили одевать кофту. Ладно, упустим тот факт, что мне было очень холодно, и мне запрещали одевать кофту. Но дальше это был полный трэш. Короче, как бы нас уже впускают в школу, мы все заходим, заходим в класс, и, как бы, на удивление, там всё было новенькое, даже парты и стулья. Короче, ладно, это не совсем нужная информация. В общем-то, через 3 часа нас отпустили домой, и, как бы, 4 человека из всего моего класса решили остаться поиграть в волейбол. Чтобы не замарать нашу школьную форму, мы решили пойти переодеться, потому что у нас была сменка. Приходим в раздевалку, переодеваемся и идём на футбольное поле. И вот ещё так получилось, что на этом футбольном поле были ямы. Кто их сделал, так и неизвестно. Ну, как бы, да, был дождик, и эти ямы были наполнены воды. Ну, и в тот момент мы как-то не обратили внимания на эти ямы и решили пойти играть. Играем часа 2, наверное, и всё было хорошо. Потом мне мой друг говорит, чтобы я приняла подачу. И вот подача была настолько сильная, что я не сдержала своё равновесие и упала назад. Ладно, хорошо, я бы упала на землю, всё бы было хорошо, я бы оттряхнулась. Но нет, я упала в яму, где была вода. И вот когда я упала, я закричала, то есть я закричала довольно-таки громко. На мой крик приходит вахтёрша. Она как бы сидела и сторожила дверь, чтобы никто лишний туда не заходил. И как бы говорит, что у вас случилось? На что я говорю, я упала в яму, что мне делать? В итоге она позвонила моей маме и сказала, что я как бы упала в лужу, чтобы меня забирали. Продолжение следует...